Всегда, прежде чем возвести что-то новое, нужно поставить под вопрос авторитет уже существующего. Так говорил австрийский писатель Стефан Цвейк. Давайте ставить вопросы и делать открытие вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Самые дорогие провальные проекты США. Почему бомбардировщик за 3 миллиарда долларов не полетел? Чем американским военным не угодил гранатомет за 100 тысяч? И как потратить 18 миллиардов на создание боевого подразделения, которое развалится через неделю? Был какой-то совершенно феерический перерасход средств. Если не на порядок, то в несколько раз точно. Мозг дельфинов сложнее человеческого. На что способны эти удивительные существа? Как общаются, о чем разговаривают? И правда ли, что они дают друг другу имена? У них есть цивилизация. Во всяком случае, несомненно, что у них есть культура, как способ взаимодействия с окружающим миром. Вольфшанце. Логово Волка. Неизвестная история личного бункера Адольфа Гитлера. Почему фюрер считал, что в него не сможет попасть ни одна бомба? И что связывает это сооружение с высокогорными монастырями Тибета? Место было выбрано не случайно, потому что со всех сторон оно окружено болотами, озерами. Очень труднодоступное место. Непридуманная история маньяка Дональда Гаскинса. Почему этот человек убивал только детей и женщин? И какое заявление убийцы шокировало весь мир? 70-80 убийств, которые он даже просто потерял счет. Вся правда о Якудзе. Эксперты утверждают, что данные о боссах и штаб-квартирах японской мафии есть у всех спецслужб и полицейских мира. Но почему же эти мафиози все еще на свободе? Что такое юбитсуми и почему это больно? Что связывает Якудзе с Олимпиадой 2020 года? У меня было 16 тюремных сроков. Теперь у меня свой ресторан. Потерял мизинцы, когда был в банде. В эфире Загадки человечества. Смотрите, прямо сейчас. 2 миллиарда 250 миллионов долларов на ветер. Так эксперты охарактеризовали проект ВМС США корабли прибрежной зоны. Изначально правительство планировало закупить 22 судна, каждое по 562 миллиона долларов. Но после выпуска четвертого корабля военные сделали неожиданное заявление. Уже построенные суда станут учебными, а все будущие превратятся в корабли одной боевой задачи. Какую именно задачу имело в виду руководство ВМС США, неясно. По мнению специалистов, за красивыми словами, на самом деле скрывается один простой факт. Весь дорогостоящий проект военных оказался провалом. Миллиарды налогоплательщиков ушли в никуда. И, как утверждают специалисты в истории Америки, это не первый случай, когда грандиозная и затратная идея заканчивается ничем. Почему вертолет за 8 миллиардов так и не попал в армию? Чем новый гранатомет, на разработку которого ушли миллионы долларов, не угодил американским военным? И почему бомбардировщик за 3 миллиарда ни разу не взлетел? Все восхищаются огромным военным бюджетом США. Он приближается к триллиону долларов. Но, как показывает практика, львиная доля этих денег уходит на рекламу американской армии, а не на ее оснащение. Вертолет-невидимка «Каманч» стоил налогоплательщикам 8 миллиардов долларов. По проекту он должен был нести два десятка ракет, а также пушку калибром 20 миллиметров. Если с оснащением разработчики справились, то главную задачу – невидимость – провалили. Самое главное признание в том, что он – вертолет, что предполагает наличие винта. А винт является главным демонстрирующим признаком любого вертолета. Всего было построено два таких вертолета, при том, что армия США ожидала 78 новейших машин. Однако проект решили закрыть, а на сэкономленные деньги построить еще около 400 старых вертолетов «Апач». Еще одна широко разрекламированная передовая разработка – «Шатул Боинг Ял-1» – долго пугал окружающих экспериментальным боевым лазером. Он обошелся казне в 13 миллиардов долларов. По идее, за такие деньги машина должна была превращать вражеские ракеты в пыль. Состоялось даже два успешных запуска. Сначала это были испытания по отслеживанию ракеты, а затем стрельба из лазера по ракете. Вот в результате чего ракета потеряла прочность и развалилась. Потому что эти ракеты запускались, во-первых, известно откуда, то есть координаты места запуска известны. Во-вторых, вся траектория как на ладони. Пентагон закрыл программу. «Боинг Ял-1» отправился на кладбище без перспективных разработок. А эта машина получила название «Мститель». В 1983 году Пентагон решил обновить палубную авиацию. Конструкторам заказали штурмовик дальнего радиуса действия. За разработку взялись сразу два флагмана американской инженерной мысли. Стоимость проекта превышала 50 миллиардов долларов. Самолет представлял собой просто равнобедренный треугольник при виде сверху. Двигатели, соответственно, были похоронены внутри фюзеляжа. Все вооружение должно было находиться во внутренних грузоотсеках. Экипаж состоял из двух человек. И самолет мог нести большой спектр вооружения, как бомбы, ракеты. Пентагон собирался заказать более тысячи таких машин. Но 7 января 1991 года министр обороны США Ричард Ченни отменил программу. Самолет «Мститель» оказался дорогим и бесполезным. Во внутренних бомболюках этого самолета разместить достаточное количество вооружения, особенно современного, высокоточного, оказалось очень сложно. Даже сказать невозможно. Кроме того, «Мститель» получился на треть тяжелее, чем допустимо. У машины не работал радар. А из-за особенностей конструкции штурмовик становился идеальной мишенью. В результате конструкторы так и не создали ни одного действующего образца. Зато долго потом судились с Пентагоном и требовали деньги за работу. Но самое интересное, за потраченные впустую десятки миллиардов долларов никто так и не ответил. Израильская компания разработала уникальную технологию защиты автомобилей от кибератак. По мнению создателей, в ближайшем будущем их программа станет востребована. Новая система полностью защитит авто от взломов, заблокировав посторонние сигналы и вирусы. Специалисты считают, что уже через 10 лет на дорогах мегаполисов более 50% машин будут беспилотниками. Но так называемые автомобили будущего можно увидеть уже сегодня. Как проехать мимо автоинспекторов с пивом? В кого может превратиться машина по имени Джина? Как взлететь над обыденностью с помощью нового авто от китайских инженеров и уйти под воду на машине, созданной в Швейцарии? На этих кадрах автомобиль уходит от столкновений, когда кажется, что аварии уже не избежать. Удивительно, но за рулем не профессиональный водитель или каскадер. Машиной управляет автопилот. Эксперты уверяют, совсем скоро такая система полностью заменит человека. Современные электронные системы позволяют считывать разметку, определять характеристики обочин, обнаруживать препятствия, читать дорожные знаки, разметку указатели. Вот этот концепт задуман как третье пространство между домом и работой. Его салон спроектирован специально для того, чтобы коротать время в пробках. А мощный компьютер и современные сенсоры позволяют водителю вообще не следить за дорогой. Радары, ультразвуковые сенсоры и камеры следят за тем, что происходит вокруг. Затем автомобиль оценивает ситуацию и управляет собой самостоятельно. Если выйти из автономного режима, автомобиль поймет, что водитель хочет вернуть себе управление. Звучит многообещающе, но несмотря на это, сегодня машины с беспилотным управлением – большая редкость. Оказывается, система пока что часто дает сбои. Вы все равно сидите за рулем, вы не можете расслабиться, вы не можете ехать пьяным, например, да? Вы не можете читать газету или пить кофе, да, отпустив руль. Но где без пилота точно не обойтись, так это в летающей машине. Запуск мелкосерийного производства запланирован уже на 2018 год. Автомобиль будет превращаться в самолет за 30 секунд. Обойдется такое удовольствие в 280 тысяч долларов. По земле электромобиль может разогнаться до 104 километров в час. В воздухе – до 185. Правда, облететь ненавистные пробки не получится. Для того, чтобы летать на автомобиле, для этого нужно иметь как минимум пилотскую лицензию. Пройдя соответствующие процедуры, кроме того, взлет и посадка по законодательству осуществляются только с аэродромов. Мы не можем взлететь над пробкой и приземлиться в другом месте, произвольном. А вот японцы создали автомобиль с настоящим помощником на борту. На эту машину производители устанавливают специальный компьютер. Робот следит, чтобы водитель не уснул, подсказывает, когда пора отдохнуть, и даже может подобрать гостиницу в радиусе пары километров. Он же объяснит, где объехать пробку или припарковаться. Концепт от знаменитого немецкого автоконцерна «Джина» словно оборотень может менять внешность. Кузов машины обтянут тканью, под которой находятся гидравлические установки. С их помощью у «Джины» изменяется форма боковых рейлингов, спойлеры и бампер. Состав «Чудо-ткани» разработчики держат в секрете. Известно лишь, что это многослойный материал, защищающий автомобиль от воды и перепадов температур. Ждут нас в будущем и новые противоугонные системы. Например, сканер, который по лицу узнает владельца автомобиля. Датчики считывают внешность водителя, и только после этого электроника автоматически открывает для него двери. Все больше компаний выпускают электрокары, а системы автомобиля практически не нуждаются в водителе. Специалисты уверяют, люди не видели, как вымерли динозавры, но, скорее всего, увидят, как вымрут машины, которые не успели за прогрессом. Далее в программе. Мозг дельфинов сложнее человеческого. На что способны эти удивительные существа? Как общаются, о чем разговаривают? И правда ли, что они дают друг другу имена? У них есть цивилизация. Во всяком случае, несомненно, что у них есть культура, как способ взаимодействия с окружающим миром. Вольфшанце. Логово Волка. Неизвестная история личного бункера Адольфа Гитлера. Почему фюрер считал, что в него не сможет попасть ни одна бомба? И что связывает это сооружение с высокогорными монастырями Тибета? Место было выбрано не случайно, потому что со всех сторон оно окружено болотами, озерами. Очень труднодоступное место. Непридуманная история маньяка Дональда Гаскинса. Почему этот человек убивал только детей и женщин? И какое заявление убийцы шокировало весь мир? 70-80 убийств, которые он даже просто потерял счет. Вся правда о Якудзе. Эксперты утверждают, что данные о боссах и штаб-квартирах японской мафии есть у всех спецслужб и полицейских мира. Но почему же эти мафиози все еще на свободе? Что такое юбитсуми и почему это больно? Что связывает Якудза с Олимпиадой 2020 года? У меня было 16 тюремных сроков. Теперь у меня свой ресторан. Потерял мизинцы, когда был в банде. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Дельфины гораздо умнее самых умных приматов. И ближе всего к человеку по уровню интеллекта. Такое заявление сделали американские зоологи после серии экспериментов. Оказывается, только эти морские животные способны распознавать себя в зеркале, улыбаться и даже часами любоваться своим отражением. Правда ли, что они дают друг другу имена? Чем отличается их мозг от человеческого? И почему некоторые исследователи считают, что эти млекопитающие могут оказаться намного умнее людей? Этот эксперимент начался после того, как британские зоологи установили зеркало посреди джунглей. Им было интересно, как животные будут реагировать на собственное изображение. Гориллы пытались воевать с зеркалом. Дикие кошки ловили солнечных зайчиков, слоны просто проходили мимо, а бабуины боялись своего отражения, как огня. Только шимпанзе спустя несколько недель эксперимента наконец-то додумались, что это их отражение. И стали собираться вокруг зеркала, чтобы по очереди внимательно себя рассматривать. Вот это самосознание и самопозиционирование себя в мире, оно, конечно, является одним из высших проявлений, будем сказать, умственной деятельности. Знаменитое видео увидела профессор психологии и исследователь дельфинов Диана Рейс. Она решила повторить эксперимент с зеркалом в Нью-Йоркском океанариуме. На этом видео показано, как дельфины подносят к зеркалу свои игрушки, близко встают перед ним и рассматривают себя. Этому дельфину поставили отметку на голове, и он тут же ринулся к зеркалу, полюбоваться на нее. Дельфины, в отличие от приматов, узнавали себя с первого раза, а уже на следующий день крутились перед зеркалом и с удовольствием разглядывали свое отражение. Некоторые особи улыбались и даже пытались поговорить. Они вели себя как люди, смотрели сами себе в глаза и понимали, что это они. Разглядывали свои рты, части тела, которые не могут рассмотреть без зеркала в обычной жизни. И это потрясающее зрелище. Психологические эксперименты с зеркалом были только началом исследований. Последующие опыты заставили ученых усомниться в том, что именно человек – самое умное создание на планете. Просто у каждого дельфина мозг больше, чем у любого человека. Он сложнее организован. С этой точки зрения мы убеждены, что это более развитое, во всяком случае, более древнее, чем человеческое сознание, присутствующее на Земле. И это при том, что многие дельфины понимают угрозу, которая исходит от людей. В Азии сложно найти ресторан, где не предлагают блюда из свежего мяса этих морских млекопитающих. Тем не менее, они никогда не нападают на людей и не причиняют им вреда. Исследователи считают, что это осознанный выбор умных животных. Как зрелый человек, которому 50 лет, скажем, как он относится к годовалому ребенку. Он понимает, что это существо может стать разумным, может стать осознанным. Вот нам кажется, что это примерно такое же отношение. Ученые уже точно выяснили, у дельфинов есть имена, и они на них отзываются. Правда, до сих пор специалисты не могут ответить на вопрос, почему дельфины не пытаются начать настоящий диалог с человеком. У них нет повода бояться нас, потому что они быстрее, они более развитые, они мощнее, им принадлежит 80% территории планеты. Недавно Диана Рейс построила для дельфинов сенсорный экран, с помощью которого млекопитающие выполняют различные задания и сообщают о своей активности. Профессор пытается найти способ разговаривать с дельфинами и научиться их понимать. И уже заявила о начале работы над уникальным проектом по обучению дельфинов общению с людьми посредством специального устройства. Если этот проект увенчается успехом, человечество вступит в новую эру и, возможно, узнает о себе то, что до сих пор могли видеть только сторонние наблюдатели – дельфины. В Таиланде задержали лидера одной из банд японской мафии – Якудзе. Более 15 лет японская полиция безуспешно разыскивала Сигехару Сираи. Оказывается, все эти годы он нелегально жил в Таиланде. По словам экспертов, японская мафия – единственная преступная организация в мире, не скрывающая имен своих боссов. Данные главарей Якудзе и их так называемый штаб-квартиры знают не только спецслужбы, но и обычные полицейские. Но тогда почему правоохранители не задерживают мафиози? Что такое юбитсуме и почему это больно? И что связывает Якудзе с Олимпиадой 2020? Это фестиваль Сандзя Мацури – национальный праздник всех Якудзе Японии. Татуированные мужчины в набедренных повязках члены японской мафии Якудзе. Их сферы влияния – проституция и торговля людьми, наркоторговля и горный бизнес, торговля оружием, рэкет и контрабанда. Но они не скрывают своих лиц и не боятся полиции. Более того, во время празднования фестиваля Сандзя Мацури безоружных Якудза охраняют вооруженные полицейские. Очень часто можно увидеть нёновые вывески над офисами Якудзы, их знаки на визитках. Они не скрывают. Старшее поколение японское к Якудзе относится достаточно лояльно. И сами Якудзе очень часто они позиционируют себя не как бандитов, а как таких благородных робингудов. Часто Якудзе устраивают в подконтрольных районах праздники и фестивали, помогают малоимущим и старикам. После землетрясения в Кобе в 1995 году именно Якудзе обеспечили нуждающихся временным жильем и гуманитарной помощью. Когда была катастрофа на Фокусиме в 2011 году, то один из мощных кланов Якудза послал туда огромное количество гуманитарной помощи. И даже, говорят, сами приезжали и помогали разбирать. С 2009 года, прежде чем вступить в группировку, претенденты обязаны сдать письменный экзамен на знания истории и законов Японии. После этого человек проходит ритуал отречения от своей семьи и получает своеобразный паспорт, красочную татуировку и редзуми. Вступая в ряды Якудза, человек должен был обязательно себя растатуировать. Причем, по возможности, с головы до ног. Ну, почти. То есть, все тело, руки, ноги. Эта традиция берет начало с эпохи Эдо. Тогда татуировкой отмечали преступников. Но Якудза стали носить позорное клеймо с гордостью. Постепенно татуировка стала искусством. Многие мастера наносят узор так, что когда человек напрягает мышцы, рисунок словно оживает. Наносят тату при помощи специальной бамбуковой палочки. Это очень болезненная и длительная процедура. Да и стоит она недешево. От 15 тысяч долларов. Нанесение такой татуировки это знак того, что человек готов безропотно переносить боль, страдания. Зафиксированы такие случаи, что после смерти члена Якудза, у которого было тело покрыто татуировками, кожу с него сдирали и потом выставляли в музеях. Внутри банды царит очень строгая иерархия. А за любую провинность следует жестокое наказание Юбитсуме. При каждом проступке виновнику ампутируется фаланга пальца. Иногда Юбитсуме совершают добровольно в качестве извинения перед руководителем и тогда отсеченная часть пальца преподносится ему. У меня было 16 тюремных сроков. Теперь у меня свой ресторан. Иногда я развлекаю гостей игрой на саншине. Мне сложно играть, ведь у меня нет мизинцев. Потерял мизинцы, когда был в банде. Мои парни провинились и я должен был взять за них ответственность. У меня не было денег и поэтому мне пришлось предложить им свои мизинцы. Инспекции, проведенные японским правительством в 1999 году, показали, что около 45% членов Якудза совершали Юбитсуме. Почему именно мизинец? Мизинец левой руки играет, в общем-то, важную роль для того, чтобы правильно держать меч. Поэтому, если вы отрубаете фалангу, то тут становится как-то уже хуже держать этот меч. Если две фаланды, то тебе еще хуже. Члены Якудза часто практикуют сакая, особую форму вымогательства. Они шантажируют руководителей крупных компаний и видных политиков, обещая придать огласке какие-либо компрометирующие факты из их жизни. Было доказано, что многим японским государственным деятелям угрожали подобным образом. Сейчас японское государство предпринимает очень много усилий для того, чтобы Якудза не соприкасалась с официальными органами власти. В этом году в интернете появились фотографии с переговоров главы Олимпийского комитета Японии и боссов Якудза. Бюджет Олимпиады 2020 года в Токио превышает 50 миллиардов долларов. И, судя по всему, японская мафия рассчитывает на кусок этого пирога. Далее в программе. Сонная болезнь. Загадка нового века. В Казахстане началась эпидемия таинственного заболевания. Откуда взялся сонный вирус и как от него избавиться? Чем он угрожает России? В этой больнице очень много людей, которые не двигаются годами. Я пытался разработать экспериментальный препарат, чтобы хоть как-то помочь им. Лабенкирский черт, доисторический монстр или мифическое чудовище? В марте на озеро Лабенкир отправилась экспедиция. Смогут ли ученые обнаружить чудо зверя? И как его описывали сумевшие пережить встречу с чудовищем? Можно сказать, что это какая-то неизвестная рептилия, которая может быть и родственницей Лохнецкому чудовищу. Вольф Шанце, логово Волка, неизвестная история личного бункера Адольфа Гитлера. Почему фюрер считал, что в него не сможет попасть ни одна бомба? И что связывает это сооружение с высокогорными монастырями Тибета? Место было выбрано не случайно, потому что со всех сторон оно окружено болотами, озерами, очень труднодоступное место. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Каждый год 20 июля в Берлине возлагает венки в память о казненных нацистами участников заговора против Гитлера. В 1944 году в этот день в ставке Гитлера в бункере вблизи города Растенбурга раздался взрыв. Это было самое серьезное покушение на фюрера, но он не пострадал. Сотни участников заговора были казнены. Как же лидеру Третьего Рейха удалось выжить? Гитлер называл свой бункер «Вольфшансе» в переводе на русский «Волчелогово». Он старался не покидать его и верил, что это здание неуязвимо. Почему многие исследователи считают, что убежище нацистского лидера на самом деле было магическим и что связывает это строение с высокогорными тибетскими храмами? 20 июля 1944 года в бункере «Вольфшансе» шло заседание военного совета. Внезапно раздался взрыв. Бомба находилась в портфеле полковника графа фон Штауфенберга. Адъютанта Гюнша силой взрыва выбросила в окно, стенографу Бергеру оторвало обе ноги, генералы Шмунд и Кортен погибли. Сам же Гитлер остался цел и невредим. Гитлер вел себя на удивление спокойно. Уже через час он встретился с Бенитом Муссолини. Найти заговорщиков не составило труда. Вскоре врагов Гитлера во главе с графом фон Штауфенбергом расстреляли. После покушения Гитлер старался не покидать свой бункер. Только здесь, в волчьем логове, он чувствовал себя в безопасности. Это был комплекс из 80 строений, целый военный городок. Место было выбрано не случайно, потому что со всех сторон оно окружено болотами, озерами. Очень труднодоступное место. И здесь вот такой остров суши, на котором расположили бункеры. Инженер-геодезист Отто Ренц привез из своей поездки план буддийского монастыря, называющийся «Хранимый небом». Бункер Гитлера был спроектирован аналогичным образом. Фюрер верил, что благодаря тайным буддистским знаниям, убежище находится в трансформированном пространстве и обнаружить его никто не сможет ни с земли, ни с воздуха. Дело в том, что мышление нацистов, может быть, и всех немцев, оно отличалось такой романтизмом и мистицизмом. Оно очень характерно для Германии. В расположении строений комплекса Вольфшанса прослеживается так называемый принцип Мандалы. Все бункеры обращены на север, как и алтари в тибетских храмах, а главные здания находились в точном соотношении с малыми храмами буддийского монастыря. Каждый день монахи обходили по определенному маршруту, совершая вот такие небольшие путешествия, которые считались своего рода молитвами. Действительно ли помогли секретные тибетские технологии, или это простое совпадение, но за всю войну на Волчье логово не упала ни одна бомба. Дополнительно Гитлер укрепил свое Волчье логово установками ПВО. Ставку прикрывали скорострельные зенитные орудия и пулеметы. Толщина стен в личном бункере Гитлера достигала 12 метров. У него было еще там 7 бункеров, там он просто отмечался. Приезжал неделю максимум две, и он снова возвращался в свою полевую ставку, как он называл. Гункер Гитлера был П-образной формы. С правой стороны к нему примыкало здание кухни, слева была псарня. В самом убежище располагалось два конференц-зала и личная спальня фюрера. Все бомбережи они строили на поверхности в виде кубов таких толстых, массивных, толстостенных. Считалось, что попасть бомбой напрямую очень сложно, малая вероятность. А взрыв бомбы рядом с бункером особого вреда не принесет, потому что здесь взрывная волна по воздуху передается и особых разрушений не будет. В ноябре 44-го Гитлер покинул Волчье логово. К тому времени советские войска вышли к границам Восточной Пруссии. Еще через два месяца остававшиеся в бункере нацисты решили бежать и взорвали напоследок свои укрытия. Но даже мощные тротиловые заряды не смогли их разрушить. Историк Николай Черкашин своими глазами видел руины Вольфшанца. Бункер Гитлера он просто вот так удачно был взорван, что он развалился на две части как половинки огромного ореха и они застыли, они не рухнули эти половинки. И туристы, которые приезжают, подставляют на коле палки для того, чтобы как бы символически удержать падение этой массивной стены. Сегодня Вольфшанца работает как музей. Несколько лет охотники за сокровищами считали, что под зданием находятся подвалы, набитые золотом и уникальными архивами Третьего Рейха. Но тайники так и не нашли. В Нью-Йорке выпустили на свободу мужчину, убившего 10 человек. По суду ему назначили 250 лет тюремного срока. Но через 32 года преступника освободили досрочно. Это решение властей большинство американцев восприняли негативно. Они не верят, что серийного убийцу можно перевоспитать. В качестве примера специалисты приводят историю известного маньяка кратышки Дональда Гаскинса. Этот человек несколько раз попадал в тюрьму и каждый раз после освобождения снова убивал. Его приговорили к смертной казни. Перед исполнением приговора Гаскинс признался, что на самом деле он убил более ста человек. И последними словами маньяка стали «Обо мне расскажут мои адвокаты». Но почему коротышка так стремился к известности? Неужели он убивал ради славы? Почему его жертвами были женщины и дети? И какое заявление преступника шокировало весь мир? В прессе Дональда Гаскинса прозвали самым отвратительным серийным убийцей 20 века. Его дважды приговаривали к смертной казни и каждый раз решение суда заменяли на пожизненное заключение. При этом сам Гаскинс не раскаялся ни в одном из своих преступлений. Прозвище Коротышко Гаскинс получил еще в детстве из-за своего маленького роста. Тогда же, по словам следователей, он совершил и первое преступление. В 1944 году вместе с друзьями он воровал бензин из местной автомастерской и грабил соседские дома. Но полицейские даже не думали, что преступником может быть 11-летний мальчишка. Почувствовав свою безнаказанность, Гаскинс решился на более тяжкое преступление. Он с подельниками, которые были в уличной банде, совершили групповое изнасилование с сестры одного из подельников. Причем девочка рассказала отцу, отец их поймал, маленьких пацанов подвесил в гараже, жестоко избивал и так далее. То есть он после этого изнасилов не сел ни в тюрьму, ничего. После этого случая родители подельников Гаскинса увезли своих детей в другой город. Но коротышку это не остановило. Он стал работать в одиночку и в конце концов попал в колонию для несовершеннолетних. Из нее Гаскинс вышел лишь в 1961 году. Вот только уже через год он снова оказался за решеткой. На этот раз коротышку обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Но перед тем, как судья огласил приговор, преступник сделал шокирующее заявление. Он высказывался, мужчина имеет право вступать в интимную связь с девочками и от 10 лет и младше. То есть ему прямо нравилось, когда люди к нему относятся с презрением. Удивительно, но за это преступление Гаскинс получил всего 6 лет тюрьмы. Отсидев, коротышка уехал в родной город Самтер в Южной Каролине. Там он женился и даже показался соседем добропорядочным гражданином. Однако спустя год местная полиция стала находить в округе обезображенные трупы. Все выстрелы производились. Было установлено, что с правой руки и человек обладал низким ростом. То есть выстрел происходил снизу вверх. Дональд Гаскинс идеально подходил под описание составленное экспертами. Но арестовать его полицейские не могли. Не было доказательств. Практически полностью научился контролировать и даже отключать эмоции. То есть он был абсолютно холоден и как потом признавался и даже доставляло удовольствие водить следователей за нос. Но почему Гаскинс из обычного вора превратился в жестокого маньяка убийцу? Психологи считают что виной всему его собственные страдания. Он как бы попал в колонию для несовершеннолетних. Где его сильно изнасиловали и скорее всего надлом психики произошел он тогда. 28 мая 1976 года Дональда Гаскинса приговорили к смертной казни за 9 жестоких убийств. Но маньяк предложил следствию сделку. Он готов признаться во всех совершенных преступлениях, если суд заменит приговор на пожизненное 70-80 убийств, которые он даже просто потерял счет. Естественно, что прокуратура не могла уйти от такого количества закрывающих признаний, которые бы закрыли столько пропавших столько трупов, и они заключают это соглашение. Маньяк подробно описал каждое убийство и даже указал места захоронений. Вот только получив пожизненный срок, Гаскинс снова совершил убийство. Прямо в тюрьме он собрал портативное взрывное устройство и подорвал одного из заключенных. Поразительно, но убив более сотни женщин и детей, Дональд Гаскинс оказался на электрическом стуле за смерть такого же уголовника. 6 сентября 1991 года приговор привели в исполнение. Однако даже из собственной смерти Коротышко сделал настоящее шоу. Перед тем, как умереть, он исповедовался своим адвокатом. Гаскинс признался, что желает вечной славы, поэтому попросил опубликовать все детали его жестоких преступлений. Через год после смерти Коротышки на полках американских магазинов появилась книга «Последняя правда». Автобиография серийного убийцы. В Казахстане, в деревне Калачи, началась эпидемия так называемой сонной болезни. Только за последний год этот странный недуг перенесли около 130 человек. Среди заболевших есть даже дети. Специалисты уверяют, люди буквально засыпали на ходу и проводили во сне несколько дней подряд. И самое удивительное, некоторые из заразившихся переболели странным недугом дважды. Но откуда взялась сонная болезнь? Что это за вирус? Насколько он опасен? И почему исследователи считают это заболевание проклятием нового века? Эти архивные кадры сняты в 20-х годах прошлого века. На них австрийский невролог Константин фон Эконома в буквальном смысле пытается поставить на ноги своих пациентов. Странный недуг превратил людей в настоящих зомби. И что самое страшное унес около миллиона жизней. 20-е годы была наиболее известная эпидемия, которая к ее несчастью наложилась на эпидемию гриппа испанки. Эпидемия гриппа испанки внесла жизни порядка 5 миллионов человек в 1920-м году. Конечно, на этом фоне гибель порядка миллиона человек от сонной болезни не прошло таким замеченным. Поразительно, но если верить записям врачей, у этой загадочной болезни не было конкретных симптомов. У некоторых она начиналась с головной боли, слабости или бреда. А кто-то резко впадал в ступор, переставал говорить и терял всякую связь с внешним миром. Но самое интересное, что в конечном счете все эти люди просто засыпали и в таком состоянии могли провести дни, месяцы и даже годы. То есть тогда, когда человек должен бодрствовать и проявлять активность, он или спит или полуспит. В принципе, среднестатистический человек у нас спит 8 часов, ну, 7,5. Норма бывает от 4 до 12 часов. Но, если человек спит 16, 18, 20 часов, вот это уже гиперсомния. Первыми жертвами сонной болезни стали французские солдаты. Причиной их необычного поведения медики считали горчичный газ, который немцы активно использовали во время Первой мировой войны. Но когда странный недуг поразил гражданских, врачам пришлось признать, они ошиблись. Вспышки были. В основном, почему-то солдаты там фронты, это же первая война, с фронта приносили. А что там было, черт его знает, может, госпитали инфекции. Менигид называют же болезнью казарменной. Где бывает? Детские дома, казарма, и скопления. А 5% менингокок, носоглотки, носителя. В определенных условиях там раз, кашля, но понеслось. Специалисты были уверены, сонная болезнь повреждает мозг. Но откуда она взялась? По одной из версий, всему виной опасный вирус, который вызывает у человека энцефалит и, как следствие, приводит к нарушению всех важных функций организма. Но некоторые исследователи уверяют, причиной сонной болезни стали паразиты, а именно тропические мухи. В кровь человека поступает вместе со слюной вот эти паразиты, трепоносомы. Хотя в неделю-две может быть инкубационный период, потом человек начинает кидать лихорадку, когда паразиты пошли по крови. Проблема в том, что она очень полисимптоматична, это сонная болезнь. И можно поставить диагноз ошибочным. В середине 60-х американский невролог Оливер Сакс лично столкнулся с очередной вспышкой сонной болезни. Пациенты госпиталя Абрахама в Нью-Йорке практически не двигались и проводили во сне целые десятилетия. В этой больнице очень много людей, которые не двигаются годами. Я пытался разработать экспериментальный препарат, чтобы хоть как-то помочь им. И однажды добился успеха. Лекарство доктора Сакса действительно помогло некоторым пациентам. Треть из них вернулась к полноценной жизни. Но большая часть заразившихся уснула навсегда. Вообще-то человек должен поддерживать жизнедеятельность. Он должен питаться. Он должен отправлять свои естественные какие-то потребности. И здесь возникает масса патологических процессов. Броли же не могут образовываться. Органы системы начинают отказывать. Почки начинают хуже работать. Двигательная система, мышцы атрофируются. То есть в итоге это приводит в конце концов извините к смерти. Поразительно, но эпидемия сонной болезни, свирепствовавшая в течение нескольких десятилетий, в общей сложности унесла и искалечила около пяти миллионов человеческих жизней. И при этом исчезла так же внезапно, как и появилась. Специалисты надеялись, что болезнь отступила. Но судя по всему, они снова ошиблись. Некоторое время назад в Казахстане целая деревня вдруг начала засыпать. Да, и плохо просыпаться, да. Вот интересно, по крайней мере, тогда, когда я с этой проблемой знакомился, те люди, которые исследовали там, никто не заболел. Или уже эпидемия прошла и закончилась, это были только последствия, да, или воздействие какого-то токсического вещества закончилось. Что спровоцировало очередную вспышку сонной болезни, специалистам пока неизвестно. Но власти очага эпидемии в другие регионы. Однако ученые опасаются, что миграция людей может привести не только к распространению возбудителя смертоносного недуга, но и к его мутации. В Якутии стартовал уникальный культурно-исторический проект. Он называется «Путешествие на полюс холода». Участники экспедиции посетят самое холодное поселение на Земле – район Аймекон. Зимой здесь температура опускается ниже минус 71 градуса по Цельсию. Но главная цель маршрута – озеро Лабанкир. Местные якуты верят, что на его дне живет древний монстр. Это место безлюдное, ближайший поселок в 150 километрах от водоема. Дорог нет, и добраться туда можно только на вездеходах, лошадях или вертолете. Но действительно ли в водах Лабанкира прячется чудовище? Откуда оно взялось в одном из самых холодных мест на Земле? И почему исследователи называют это озеро фантастическим миром, ставшим реальностью? Динозавры не вымерли 65 миллионов лет назад, как утверждает современная наука. Историк Андрей Жуков уверен, что потомки древних ящеров до сих пор живут на неизученных территориях Африки, Латинской Америки и Дальнего Востока. Труднодоступные и непроходимые земли скрывают современных гигантских рептилий от человеческого глаза. Есть свидетельства очевидцев, есть фотографические данные и есть находки, так сказать, не то что живых, но свежих останков динозавров, которые были сделаны неоднократно за последние столетия. Существо, якобы живущее на озере Лабенкир, якуты и овенки называют чертом, но по мнению ученых, он вполне может оказаться реликтовым животным, которому удалось выжить в отдаленных районах Якутии. Можно сказать, что это какая-то неизвестная рептилия, которая может быть и родственницей лохнестскому чудовищу, рептилии, которые сохранились в отдельно взятых водоемах, где достаточно полная популяция для их существования. То есть, какое-то количество особей, 15-20, необходимое для того, чтобы продолжался род. Легенда озера Лыбенкир стала реальностью в марте 41-го года. Военно-транспортный самолет Ан-6 возвращался из арктической экспедиции на юг Якутии. Пролетая над озером, экипаж заметил внизу странные двигающиеся объекты. Летчик снизился до уровня 50 метров и, пролетая, увидел, что по льду мечутся два каких-то существа, напуганные ревом моторов самолета огромных размеров. Именно тогда якуты рассказали, почему обходят это место стороной. Якобы лабенкирский черт нападает на людей и животных. Для жителей окрестных поселений это проклятое озеро. Семья Эвенков сделала остановку около озера Лабенкир. Увидя какой-то рог, торчащий из-за льда озера, привязали упряжку оленей. И вдруг этот рог зашевелился, взломал лед и утащил эту упряжку оленей под лед. И они увидели только гигантскую пасть. По описаниям, у этого монстра была настолько огромная голова, что между глазами мог поместиться плод из десяти бревен. Ученые собирались снарядить к озеру экспедицию, но началась Великая Отечественная война. К поискам уникального зверя вернулись только в начале пятидесятых. Именно тогда геолог Виктор Твердохлебов составил первое задокументированное описание этого неизвестного существа. Твердохлебов говорит, что увидел огромное животное, от головы которого шли волны, причем тело находилось под водой, но представляло из себя огромную массу, достаточно большую существов. в общем-то было непонятно собственно говоря, что это за животное, никто не понял, но только поняли, что оно обладает гигантскими размерами и скорее всего охотилось на рыбу. Многочисленные археологические находки костей мамонтов, шерстистых носорогов и динозавров подтверждают, что некогда южно-якутское плато было густонаселенным местом. Но как лабынкирский черт смог пережить ледниковый период? Есть существа, могут выживать в таких условиях. Есть доказательства, что такие существа есть, и их находили, у глазуба находили маленького правда, который лежал вообще замерзший во льду 90 лет и потом снова лужил. За последние 50 лет в озеро дважды погружались водолазы, но никаких следов монстра они не нашли. Зато исследователи обнаружили на дне глубокие подводные шахты. Так появилась версия о миграции чудовища. Возможно, что озеро Лабенкир соединяется также с другими находящимися в этом месте озерами, имея подземный проток, что позволяет вот, скажем, этим чудовищам там прятаться. В последний раз озеро исследовали в 1999 году. Тогда эксперты утверждали, что эхолоты обнаружили монстра, якобы его размеры более 10 метров. А потом из лагеря ученых пропала собака. Собака лежала между палатками и водоемом, очень волновалась, и ночью, услышав всплеск и жуткий вой собаки, утром обнаружили, что собаки нету. По мнению зоологов, лабенкирский монстр на самом деле может оказаться не доисторическим ящером, а огромным самом. Самы достигают до 5-6 метров, и веса до полутонны тоже представляет из себя существо с достаточно большой головой и большим ртом. Либо там был случай, когда вы выловили столетнюю щуку, всю покрытую мхом, которая тоже была гигантских размеров. Тем не менее, со времен геолога Виктора Твердохлебова своими глазами огромное животное в воде никто не видел. Именно поэтому существование лабенкирского черта до сих пор считается научно недоказанным. Возможно, это сможет сделать новая экспедиция, которая отправилась к озеру в конце марта. Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Джордана Бруно утверждал, что стремление к истине это единственное занятие достойное героя. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова